так друзья добрый день те кто только подсоединился у нас с алексеем уже второй вебинар первый мы 12 часов для новичков вот кстати опросник есть кто кто с первого вебинара перешел к нам сюда на второй соответственно большинство это естественно те кто включили сейчас на 13 часов на вебинаре вот там у нас было где-то под конец человек 150 это уже стали подходить люди наш традиционный технико-экономический вебинар вот мы сознательно разделили на два первая вводная часть это для новичков чтобы для них каждый раз проговаривать и давать необходимую информацию для того чтобы дальше принимали решения и входили в проект и соответственно 13 часов это для сибири и дальнего востока для наших партнеров для наших людей которые активно работают в проекте это как раз уже как встреча для тех кто работает кому необходима информация новость анализ и могут с алексеем с ходовым как раз проводим такую работу и сегодня вот шестое число всех поздравляем с наступившим новым годом вот мы ведь мы с вами отработали 30 числа у нас довольно таки много было там по 400 человек вечером и где-то 300 наверное было в дневном вебинаре вот сегодня у нас тоже знаменательный день сегодня ночь рождества поэтому всех кто чтит и придерживается традиционной православной культуры соответственно поздравляю всех с наступающим рождеством соответственно сам праздник будет сегодня ночью после вечерней службы но это конечно один из величайших праздников потому что вообще мы ведем все летоисчисления от рождества христова то есть есть эра до христа есть эра после которой мы с вами сегодня активно живем и что очень знаменательно я вчера кстати разговаривал с очень интересным специалистом очень интересным человеком он православный проповедник такой традиционной русской православной церкви и он я ему рассказывал проекте мы общались это и он интересно сделал такую как параллель провел для меня она была абсолютно такая неожиданная друзья и просто даже не думал таком направлении что сегодня колыбель и основной такой защитник православной веры именно христианцы является россия и не зря что весь западный мир там еще там скажем там атеистические разные направления они отводят сегодня от истинной веры а русская православная церковь это ее хоть и называют ортодоциально она несмотря ни на что сохранила в себе те основы которые были заложены именно еще в первые века создателями так вот интересно он сделал такую параллель что сегодня новая технология которая является колыбелью и которая является основой для всего технологического развития человечества для того что сегодня изменит и решит темногие противоречия и многие конфликты которые сегодня возникают то есть это вот технологическое развитие то же пошло из России сегодня является основой именно опорой людей, которые сегодня финансируют технологию краудинвестинг в России. Это русскоязычные, русскоговорящие люди по всему миру. И это тоже очень интересная такая аналогия, которая мне действительно показалась так неожиданной, что надо же, действительно, что у нас уникальная и такая система культуры и веры, которую мы сохранили надолго, не меняя, несмотря ни на что. И технология, которая сегодня выходит в мир для того, чтобы наоборот этот мир изменить и сделать лучше, также зародилась, развивается и существует сегодня именно только благодаря России и скажем там нашим согражданам по всему миру. Всего. Естественно, что большинство сегодня, все, кто участвует в проектах, это русскоговорящие, хотя вот мы на прошлой неделе в среду с Арманом проводили вебинар уже для Чехии, Словакии, Венгрии. Вот. Они так русский язык знают, но очень плохо. И мы зачастую даже через английский язык, то есть я говорил по-русски, Арман переводил на английский, а наш партнер с английского переводил уже на чешский или на венгерский. Поэтому такой двойной вебинар, двойной перевод был довольно-таки сложный. Вот. И буквально-то тут недавно поступило предложение от наших именно бывших соотечественников из Германии о том, чтобы также продвигать этот проект, также ставить систему запуска и краудинвестинга, и адресных проектов уже непосредственно в Германии и в европейской части, где очень серьезно имеют именно немцы влияние. Вот. Так что тоже я в марте месяце планирую быть в Германии, в Кёльне, вот, и мы там договорились провести такую русскоязычную конференцию для тех, ну, может быть, там еще кто-то будет уже из непосредственно чистокровных немцев для того, чтобы эту технологию презентовать, представить, посмотреть и, соответственно, наметить пути применения. Вот. Поэтому, друзья, у нас с Алексеем просьба к, ну, я уже сейчас не представляюсь, моя фамилия Сибиряков, Сергей, я думаю, что уже большинство, кто сюда ходит, нас с Алексеем очень хорошо знают. Вот. Те, кто был на первом вебинаре, те, соответственно, уже получили первое представление о проекте, о том, что делать. Поэтому сегодня мы начинаем год именно с планов и с анализа, что произойдет в шестнадцатом году с точки зрения развития проекта Skyway. Вы видели в чатах Алексей как раз сбросил очень серьезную такую аналитическую подборку, которая сейчас сделана с точки зрения взаимодействия с конструкторским бюро. То есть, что с технологической точки зрения намечается сделать прямо ближайший месяц, два, три, полгода и до конца года. Вот. Естественно, что, друзья, все идет и направлено на том, что еще до лета, то есть реально это апрель-май будет продемонстрировано и запущено первые юнибайки. То есть, это система легкого спортивно-экскурсионного направления, которая будет и создавать новые адресные проекты, и демонстрировать технологию, и привлекать инвесторов для того, чтобы уровень развивался. Начиная с, вот сейчас уже начинается заливка второй анкерной опоры, начинается монтаж промежуточных опор, уже идет промежуточный запрос. Сейчас идет монтаж уже путевой структуры, струнной путевой структуры, и весной уже начнется монтаж и изготовление подвижного состава, то есть это уже юнибусов городского цикла, те, которые с небольшими скоростями до 150, там, с на 80 километров в час, и, соответственно, для перевозки сыпучих грузов. И в конце года, то есть октябрь-ноябрь, это уже демонстрация и начало сертификации этих технологий. Ну, именно этого подвижного состава и перк прототипов уже скоростного, скоростного юнибуса, хотя все, что связано со скоростным движением, все основная такая работа и демонстрация будет в семнадцатом году. То есть мы тоже об этом говорили, потому что это наиболее дорогостоящая, наиболее сложная система. Она, во-первых, и требует продлить участок до 15 километров, во-вторых, она требует совсем других технологических решений с точки зрения подвижного состава. Но, тем не менее, начальная работа, которая связана с небольшими скоростями и испытаниями, уже будут делаться в этом году. Это очень важно на фоне тех событий, которые сейчас идут уже с точки зрения переговоров с конкретными инвесторами, с конкретными адресными проектами. И в январе второй половине, а на то дальше летает уже Австралию. Это продолжение работы, которую мы вместе с вами все начали. Это работа с Родом Хуком, это бывший начальник департамента транспорта Южной Австралии. Вот, соответственно, он долгое время работал с нашими активистами. Соответственно, потом были проведены ряд встреч рабочих, там я принимал в них участие, Виктор Бабурин. Потом он уже после определенного согласования приехал и провел переговоры с Антон Даршим Юницким. И сейчас там создана уже управляющая компания. Соответственно, эта работа имеет продолжение. Управляющая компания в Австралии создана уже более трех месяцев назад. Соответственно, проведены переговоры и уже обсуждаются порядка 10-15 адресных проектов с ведущими компаниями, которые разрабатывают месторождения, которые отвечают за скоростные перевозки. Тем более, что правительство Австралии уже 20 лет рассматривает разные технологии по скоростному движению. И струнные технологии как раз один из вариантов, как сделать кольцевую дорогу вокруг Австралии. И прямо перед Новым годом вы видели ведущее заключение экспертов Австралии, которые рассматривают и дают четкое обоснование, что струнные технологии сегодня не имеют равных альтернатив для того, чтобы реализовать этот проект. И что сегодня это действительно то направление, которое наиболее перспективно с точки зрения транспортных коммуникаций, построения очень дешевого, безопасного, экологического транспорта. И я абсолютно уверен, что эта поездка будет очень продуктивной. Тем более, что корни и работы в Австралии есть очень серьезный, наработан там очень серьезный опыт, где-то положительный, где-то отрицательный, но одно время проект существенно развивался именно за счет работы в Австралии. И сегодня это уже фактически такой новый цикл. И естественно, что на фоне того, что строится в Марьиной Горке, как работает конструкторское бюро, как мы с вами обеспечиваем через краудинвестинговую систему финансирование работы, это естественно будет давать очень серьезное подспорье для того, чтобы активно вести переговоры, привлекать заказчиков, инвесторов, крупных игроков, которые начинают рассматривать уже эту технологию, как именно развитие серьезного бизнеса. Поэтому, друзья, это все две очень связанные между собой линии. Они будут друг друга дополнять, соответственно, все переговоры, которые будут проводиться и будут достигнуты результаты, это будет как дополнительный стимул и дополнительная аргументация для наших акционеров, для небольших инвесторов, которые входят небольшими суммами, но те, которые несут на себе сегодня основную тяжесть. Именно работы и благодаря этим небольшим инвестициям сегодня активно развивается КБ, потому что в венчурной стадии большими капиталами сегодня рисковать никто не берется, а нас, когда с вами сотни тысяч людей небольшими инвестициями, мы как раз развиваем и продвигаем этот проект. Еще очень активно будет прямо в январе месяце, это переговоры уже с венчурными фондами Голландии и Франции, будет вести Алексей Суходоев. Прямо перед Новым годом у нас должны были лететь в Минск, а потом в Фрич, но перейдется на ситуацию. Я уверен, что после праздников этот процесс активно пойдет. Это уже о переговорах вхождения в управляющую компанию по спортивно-экскурсионным трассам для того, чтобы продвигать эти проекты уже по Европе. И сейчас уже рассматривается и Китай, и Шанхай, и Таиланд, и Гонконг. То есть это уже такое активно развивающееся направление. И два крупных сейчас инвестиционных венчурных фонда рассматривают возможность для того, чтобы и войти в управляющую компанию, и соответственно, выкупив существенный пакет уже за такие обозримые, речь идет где-то о 20-30 миллионах долларов. И соответственно, участвовать в адресных проектах непосредственно при строительстве трасс. Вот этот проект тоже активно сейчас развивается, идет. И естественно, демонстрация и прототипов, и первых образцов, которые будут уже весной этого года, то есть апрель-май, это естественно очень стимулирует и подтолкнет эту работу. Это нельзя рассматривать одно без другого. И сейчас дальше Арманд у нас сегодня улетел в Ирландию и сказал, что он не вернется без подписанных документов с правительством Ирландии о запуске первых демонстрационных трасс. Вот поэтому мы будем, на следующий вебинар мы будем активно, я думаю, что его спрашивать, он нам отчитается от того, что он сделал это, и до каких результатов добился. И он пока с точки зрения нашей такой внутренней конкуренции претендует на то, что адресный проект, который он продвигает в Ирландии, в Дублине и в Лондоне, в Англии будут одними из первых, которые будут запущены. Вот. У нас Алексей активно продвигал и действует вопрос проект в Челябинске. Вот. Но там пока на уровне чиновников идет обсуждение переговора. Я буквально за две недели до нового года был в Самаре. Вот мы обсуждали это, проводили там конференцию и договорились на 19-е или там 23-е февраля, 26-е, точнее, февраля подписание уже непосредственно договора соглашения с мэрией Самары о отведении земли и начало уже летом этого года, то есть июль-август, начало строительства первой трассы. Вот. Это набережная вдоль Волги, соответственно, с переходом через реку и через Волгу и парковая зона там очень серьезная. Вот. Поэтому этот проект также активно идет. Еще у нас на январь готовится презентация губернатора Санкт-Петербурга. Вот. Мы тоже ее подготовили. Перед Новым годом не получилось по разным, независимым от нас причинам. Вот. Но я также думаю, что с уровнем тех партнеров, которые сегодня активно нам помогают, делают и участвуют в этом проекте, мы обязательно сделаем эту презентацию и я абсолютно уверен, мы договоримся о первом адресном проекте. Это Крестовский остров в Санкт-Петербурге. Зона примерно 20 километров, охватывающая эти острова и такая замыкающая пешеходную зону. И мы приступили к серьезнейшим таким переговорам в Москве с мэрией и тоже надеюсь, что либо конец января, либо начало февраля будет презентация здесь в мэрии Москвы по двум адресным проектам, именно связанные с спортивно-пекурсионными трассами. Первая это на Воробьевых горах, это на территории технопарка МГУ. И вторая это в парке Коломенском, где стояла вот первая демонстрационная модель еще 15 лет назад, по результатам демонстрации которой Александр Иванович Лебедев принял решение финансировать и продвигать этот проект. Прямо на этом же месте мы хотим спроектировать и сделать именно первую трассу. Это было бы тоже очень-очень здорово и очень символично. Эта работа, друзья, активнейшим образом идет. Еще Андрей Хавратов с Дмитрием Счастливым отуждают сейчас и готовят презентацию в марте месяце руководству Иркутской области и города Иркутска. Также о легкой спортивно-экскурсионной и дальше уже городской системе транспорта. И в Таиланде сейчас также рассматривается проект. Я думаю, что Алексей нам сейчас интересно расскажет про Индию, потому что это тоже проект, который там очень нужен и который активно двигается. То есть это, друзья, то, что будет двигаться, то, что мы активно развиваем и как уже мы сначала очень робко начали об этом говорить, сейчас это звучит все так настойчивее и настойчивее, что мы ожидаем, что середина либо вторая половина 2016 года будет закрыта для краудинвестинга. Это значит, что придет крупные заказчики, крупные инвесторы и проект уже будет развиваться по мере самофинансирования, когда за счет заказов и за прямого финансирования конструкторского бюро проект может развиваться. Мы это крайне ожидаем. Для нас, для всех, друзья, это будет крайне важное значение. Значит, тот инвестиционный пакет, который мы с вами сформировали или который еще мы сейчас сформируем, пока это время идет, значит, дальше он будет капитализироваться, значит, дальше он будет только увеличиваться в цене. Это, друзья, значит, мы переходим в другую стадию уже, из венчурной стадии, когда можно было за счет небольших инвестиций сформировать довольно-таки крупные пакеты, а дальше начнется уже такая инвестиционная и естественная процесс по росту этого актива. Для тех, кто, друзья, вот я читал чат, который вот мы во время переписки там очень рад, что многие там вошли еще в 2014 году и в 2015 году в начале. Это, друзья, самое сложное, рискованное время было, когда еще вы помните и конструкторское бюро, которое только-только формировалось и очень серьезные были у меня там, допустим, трения с крупными банкирами, с крупными инвесторами, которые утверждали, что не сформируется конструкторское бюро, что такого уровня специалистов нет. Как вы видите, этот год полностью ответил на этот вопрос, что и специалисты есть, и КБ сформировали, и работа идет, и строительство идет, и заказы по всему миру размещаются на изготовлении. Поэтому все, друзья, будет абсолютно так, как мы говорили. И мы как раз тоже, вы помните эти вебинары год-полтора года назад, когда мы вынуждены были говорить о тех планах, целях и задачах, которые мы ставим. И несмотря даже на то, что некоторые планы потом не сбывались, вы помните эту историю с Литвой, когда произошел конфликт с руководством, с президентом у Юницкого и с премьер-министром, когда они потребовали расторгнуть инвестиционные договора на выделение, которые нам выдал мэр Шауляя и Сейм. Но это, друзья, все в прошлом. Это очень серьезный, хороший опыт. Благодаря этому мы начали работать в Белоруссии. И сегодня я могу сказать, уже переходя к анализу экономической и политической ситуации в России и в Евразийском Союзе, я могу сказать, что Белоруссия на сегодняшний момент это наиболее, оказалась территория, которая наиболее благоприятна для развития проекта Skyway. Потому что Европа с санкциями, с антироссийскими, русофобскими сегодня маниями, которые идут, они не позволяют в полном мере говорить о том, что этот проект может там развиваться. Как адресные проекты. Мы рассматриваем сейчас проекты, я уже говорил, и в Париже, и в Копенгагене, и в Друскененкае, и в Литве. Еще ряд сегодня обсуждаются предложения, я говорю, по Германии начали уже обсуждать. Это адресные проекты. Это не там, где строится сама технология, где находится сердце проекта Skyway. В России, как вы видите, тоже ситуация сегодня крайне сложная, потому что политическая ситуация напрягается, давление внутри и вовне очень серьезно, давление и градус этого повышается. И этот год будет очень серьезным и с точки зрения развития внешней ситуации, экономической ситуации, и что самое, внутриполитической ситуации, потому что внутри враги, которые находятся и внутри, и вовне эту ситуацию активнейшим образом используются, раскручивают. И для того, чтобы переломить корневым образом подход и ситуацию, надо только реально начать серьезные изменения в России, в политическом управлении, в экономическом управлении, в стратегии развития. Но пока, как мы это с вами не раз анализировали, пока нет даже наметков о том, что что-то в каким-то направлении будет меняться. А раз, соответственно, друзья, изменений не будет, значит градус напряжения будет постоянно увеличиваться, давление будет увеличиваться. И рано или поздно это, конечно, закончится очень печально для тех людей, которые сегодня не в состоянии или не на своем месте, занимаясь управлением. Поэтому президент Путин и в пресс-конференции, которую он провел в конце года, и потом в послании, которое он сделал, которое на меня произвело, я могу сказать, очень депрессивное состояние, когда он четко сказал, друзья, мы вошли в полосу, когда экономическая ситуация и все, что происходит, зависят не от нас. Вот так вот здорово, друзья, и все. Поэтому мы будем защищаться, мы будем готовиться к это, а все зависит не от нас. Все зависит от внешней конъюнктуры цены на нефть, которая является чисто спекулятивной, потому что она формирует не нами и не рынком, а именно взаимоотношением доллар и цена на нефть. Соответственно, силы, которые здесь у нас могут проводить реформы и проводить реформы не с точки зрения реформ, а с точки зрения изменений ситуации, они сегодня не сформированы и сегодня даже нет людей, которые в состоянии произносить эти слова. Соответственно, будем наблюдать, будем смотреть. Но, друзья, то, что я в своем новогоднем обращении говорил на вебинарах, мы говорим, друзья, для нас с вами идут два процесса. Эти процессы, которые связаны с этой экономической конъюнктурой, политической, внешней и политической экономической борьбой, которая идет, это все, друзья, идет на фоне развития проекта SkyWay. И если 2015 год мы обозначали, вот в конце 2014 года, начало 2015 года, мы обозначали как год становления SkyWay, то эта задача абсолютно выполнена, и те отчеты, которые есть, друзья, абсолютно четко можно сказать, что мы как проект состоялись. Мы как проект заявили о тех целях и задачах, которые мы достигаем, и эти цели и задачи достигаются и развиваются. Мы четко доказали, что мы никакой не хайп, мы никакая не пирамида, мы никакой аферный проект, мы те, кто собираем инвесторов, собираем партнеров, и мы инвестируем, и мы строим, и получаем результат. Мы готовим, что это развивается и делается. И это была задача 2015 года, я считаю, что благодаря всем нам эта задача выполнена. 2016 год, друзья, он не менее важный, но это переход на качественно новый уровень. Мы его называем годом SkyWay. То есть, когда строй SkyWay, спасай Россию, это действительно станет лозунгом для того, чтобы преобразовывать экономику и менять ситуацию. Строй SkyWay, спасай планету, это действительно руководство к действию, взаимодействие между внешнеполитическими структурами, это взаимоотношения между народами, это действительно то, что я всегда показываю, TransNet мы объединяем мир, это начало очень серьезных таких процессов, которые будут строить, делать, объединять, и этот процесс активно пойдет. И мы абсолютно уверены, что к концу 2016 года вся страна, то есть 100% населения России будет знать о проекте SkyWay, и я думаю, что 90% населения Европы, Америки и Азии также будут иметь представление о проекте SkyWay. Это, друзья, не надо строить иллюзии, что все 100% будут нашими союзниками. Нет, друзья, у нас появятся как активные союзники, сторонники, так и враги, так и противники, так и оппоненты, так и конкуренты, и чем ближе и активнее мы будем подходить к демонстрации, тем сильнее они начнут действовать против проекта. Это тоже, друзья, ничего в этом страшного нет, к этому надо готовиться, и нельзя стать чемпионом мира по боксу, ни разу не участвуя в поединках и ни разу не получая в челюсть перчаткой очень серьезного противника. Поэтому, друзья, тренировки и еще раз тренировки, развитие и еще раз развитие, и мы как раз активнейшим образом сейчас это делаем. И 2016 год это как бы активнейшее восстановление. По нашим сегодня анализам и прогнозам к маю, максимум июню у нас будет зарегистрировано более миллиона человек. Это те, кто активно войдут в проект, те, кто станут теми, кто получает информацию и те, кто активно ее продвигает. А к концу года количество участников проекта может перейти вполне за 5 миллионов человек. Почему для нас, друзья, это очень важно? Это количество людей, которые становятся активными сторонниками, партнерами, те, кто поддерживает и защищает проект. Поэтому мы миллион человек определили для себя как несколько реперных точек. Во-первых, это существенный объем по инвестициям, потому что, как показывает практика, 10-15% из тех, кто приходит, регистрируется, получает информацию, потом становятся активными нашими партнерами и инвесторами. Поэтому для нас миллион человек это значит 100 тысяч активных партнеров. Сегодня у нас зарегистрировано во всех структурах в общем проекте Skyway около 230 тысяч человек, но при этом только около 30 тысяч это те, кто реально участвует в жизни проекта, те, кто реально инвестирует. Остальные это наблюдающие, это сочувствующие, сомневающиеся, либо те, кто просто ждут дальнейших событий для того, чтобы... Так вот, если переносить эту логику конверсии, то при миллионе человек это 100 тысяч, то есть как минимум в три раза больше людей, которые будут активно поддерживать проект. И я могу сказать, что сегодня уже идет эффект о том, что люди, которые узнали о проекте год назад, инвестировали небольшую сумму, но год наблюдали и увидели, что проект развивается, что проект живет, что активно идет работа, они активнее и активнее входят в дальнейшую работу. Поэтому эти цели и задачи привлечения новых инвесторов мы ставим сегодня на первый план. И мы как раз, как команда, будем в связи с этим проводить большее количество и онлайн встреч, и конференции по городам, по регионам. Мы уже наметили целый ряд таких конференций и задачи, чтобы довести их уже как минимум до тысячи человек в регионе. Тем более, друзья, для этого у нас есть сегодня все инструменты, у нас есть абсолютно четкая подготовленная программа и план, как это делать. И сегодня мы просто активнее и активнее ее развиваем. То есть у меня задача только в Самаре, вот где мы сейчас активно двигаем проект и готовим подписание договора, к маю месяцу, чтобы где-то 150-200 тысяч человек, жителей Самары, стали участниками проекта. В Москве мы с командой готовим сегодня активную работу. Я думаю, что где-то до 300 тысяч человек, но если не до мая, то, во всяком случае, до конца лета у нас также будет только по Москве. Ну и, соответственно, дальше там, где активно идет адресные проекты, это и Санкт-Петербург, и Уфа, и Екатеринбург, и Красноярск. Вот я думаю, что это все будет активно. Ну и сейчас вот мы готовим целую такую программу для Дальнего Востока. То есть начиная с февраля, вот я практически каждый месяц буду обязательно в порядке летать на Дальний Восток. Это и связано с проектом гектара земли, как мы его называем, путинский гектар земли для развития Дальнего Востока. То есть это тоже очень такая мощнейшая программа, которая нам сегодня дается в помощь. И только благодаря проекту Skyway эта программа набирает именно смысл, получает смысл. И позавчера было очень большое выступление Кудрина, вот, которого пророчит сейчас на должность премьер-министра вместо... Вот. Я думаю, что на сегодняшний момент это, наверное, лучшая будет замена, которая есть, потому что Алексей Леонидович это все-таки весьма адекватный и экономист, и специалист, и политик. Вот. И самое главное, что вокруг него действительно команда профессионалов, которые в состоянии что-либо делать, а не тот сброд болтунов, который сейчас сидит вокруг Медведева. Вот. Поэтому активнейший проект по земле мы будем сейчас соединять для того, чтобы получить синергию это с проектом Skyway. И я очень много провожу сейчас консультаций со специалистами, с бизнесменами. И буквально могу сказать, в воскресенье я участвовал в таком закрытом клубе весьма состоятельных людей. И моя была задача доказать им и обосновать о том, что проект гектара земли, то есть естественно, что они все были настроены очень скептически, что это очередная афера Путина, что это очередная болтовня, что этот закон, который идет, он никакого не привлечения инвестиций, ни развития Дальнего Востока не даст. То есть это такие, это люди, причем обладающие и весьма влиянием серьезно и серьезными деньгами. И моя была задача, друзья, я могу сказать, что я с ней 100% справился, потому что все, кто были, а там было около 80 участников этих дебатов, все 80 человек подписались под проект, зарегистрировались и дали заявку на получение земли. Вот. Поэтому я могу сказать, друзья, что тот, кто активно сейчас работает, кто-то строит структуры, тот, кто привлекает людей, я могу сказать, друзья, что благодаря закону, который работает с 1 января, именно путинский закон по раздаче земли, это нам огромнейшая сегодня, скажем так, поддержка, и мы являемся основой этого закона, потому что без SkyWay, без новых технологий, без инфраструктурных проектов это все мертворожденное дитя, мертворожденное. А мы это делаем живым, реальным проектом. Поэтому, друзья, так как мы с вами владеем информацией и знаем о проекте, то мы с вами, друзья, должны четко говорить, земля на Дальнем Востоке, которая дается по этому закону, благодаря дороге SkyWay, благодаря Транснету, это будет золотая земля. Поэтому сегодня Путин раздал по одному гектару на членов семьи, поэтому не поленитесь, оторвите свою задницу и заявитесь и получите эту землю. Соответственно, второй момент, который мы сейчас говорим, вы должны знать, где эту землю взять. Поэтому, опять же, не поленитесь, зайдите на сайт потребительского общества Евразия, получите информацию, где надо брать эту землю. И, соответственно, мы не можем за вас получить эту землю. Землю можете получить по закону только вы. Это лично ваша земля. Вы будете ей распоряжаться, это ваш актив. Соответственно, мы вам можем только дать консультацию и сказать, что, ребята, вы можете вот в этом месте попросить. Сегодня эта земля стоит ноль, но мы вам утверждаем, что мы делаем проект, проект SkyWay, и этот проект делаем уже довольно-таки давно основательно, и нам есть, что показать. Так вот, благодаря этому проекту эта земля будет золотой. Это будет самая дорогая земля на Евразийском континенте. А чтобы вы понимали, на Евразийском континенте около 2,3 миллиарда гектар земли. И только несколько миллионов гектар, которые будут вдоль этой трассы, они действительно будут золотыми. Поэтому, друзья, изучайте эту информацию, узнавайте, как это делать, и, соответственно, участвуйте в проекте. И я вам могу сказать, сказать, что даже весьма состоятельные люди, даже люди, которые, так сказать, сегодня обладают определенными состояниями, согласились с тем, что эту землю надо брать, что надо регистрироваться и надо участвовать в проекте SkyWay. Поэтому, друзья, я могу сказать, что если кто-то будет говорить, что меня не слушают или говорят о проекте очень, скажем так, нелестно, то, друзья, смотрите наши вебинары. Я буду этот опыт постоянно показывать. А я сейчас, друзья, тренируюсь, и вы буквально увидите, ну, не знаю, наверное, со следующей или через... Я практически на каждый вебинар буду приводить либо новых людей, либо ставить в записи людей, которые уже согласились поддержать этот проект. И я могу сказать, что многие из них будут для вас очень знакомы и очень узнаваемы. И вы поймете, что проект интересен и очень многим таким людям будет действительно входить в этот проект очень лестно. Вот. Поэтому давайте объединять эти усилия. И еще одно направление, которое очень важно, и мы его будем освещать. С Алексеем будем показывать вам эти вебинары, посвященные именно адресным проектам. Потому что адресный проект, друзья, это демонстрация технологии. Это не просто так, что мы с мэром договорились, что это... Это говорит о том, что специалисты, люди, которые управляют городом, они дают согласие на то, чтобы мы начали строить первые трассы Skyway. Это говорит о их реальности. Это говорит о том, что проект развивается. Это говорит о том, что это очень серьезный бизнес. И именно эти функции, которые мы сейчас закладываем в проект именно демонстрации, именно возможности технологии, они как раз объединяют. И я могу сказать, что это будет основной ключевой фактор, который нам позволяет утверждать, что миллион человек у нас будут зарегистрированы к маю-июню этого года. И соответственно, друзья, сейчас запускается несколько очень серьезных программ и акций главной компании РСВ от имени именно Анатолия Дарча и Юницкого, где тот, кто будет продвигать и регистрировать людей, привлекать новых, он будет получать очень серьезные преференции и очень серьезный стимул для того, чтобы это работать. Не говоря уже о той партнерской работе, о той партнерской программе, которая делает этот бизнес еще и весьма привлекательным. Поэтому, друзья, я могу сказать, что возможности сегодня привлекать тысячи, десятки, сотни тысяч людей у вас, друзья, есть. Во всяком случае, у меня такие возможности очень широкие. Я вам говорю, что мы сейчас будем их использовать активно по городам, по странам, по целым организациям, которые есть, потому что сейчас время будет работать именно на проект. Причем мы тоже не раз это говорили, это постоянно идет фоном, друзья, что ситуация, экономическая, политическая ситуация в России будет только напрягаться. Цены на нефть, ну вот сегодня, видите, они уже еще там на доллар почти упали, опять перешли к планке в 35 вплотную. А эта спираль сегодняшняя, она закончится где-то на уровне 30-32 доллара, это произойдет еще вот до марта месяца. А год этот, скорее всего, будет заканчиваться на цене 20-25. Вот это общая тенденция, это общий тренд. Сегодня дешевая энергия, дешевые нефтепродукты, дешевая энергия нужна. Сегодня активно идет рост экономики в Штатах, сегодня замедляется развитие Европы и Китая, им сегодня нужна дешевая энергия. И поэтому сегодня цикл идет на то, что именно общий технологический цикл о том, что в ближайшие 3-5 лет будет дешевая энергия. При этом, друзья, если кто не видел, обязательно посмотрите, я сейчас пришлю ссылку, презентацию компании Тесла, которые презентовали новую бытовую систему, которая действует, солнечные батареи и накопитель, аккумулятор энергии. Это полное, вот вы видели, если все репортажи, то все анкерные опоры и все промежутные опоры в Skyway, они все оборудованы солнечными батареями. Это, друзья, как раз уже прототип и работа того, что сегодня возобновляемые источники. И мне интересно, что на презентации Тесла, компании Тесла, они сделали заявление, что в ближайшие 20 лет мы полностью потребление всей энергии перейдем на возобновляемые источники. Мы, друзья, это утверждали давно, есть целые программы, которые сегодня идут, и здесь нет ничего. Необычно, просто я первый раз услышал цифры именно расчетные, когда Тесла показал, что именно компания Тесла о том, что сегодня возобновляемые источники – это технологическое решение. Они строят завод, который запускает в следующем году на производство примерно 150-180 миллионов комплектов в год. Соответственно, за 10-15 лет они смогут дать 2 миллиарда установок. Это те, которые достаточно, чтобы всю землю, все бытовое потребление электричества перевести на возобновляемые источники. Это, конечно, уникальнейшая вещь, потому что эта программа вместе с программой Skyway, вместе с программой Transnet, это будет как раз тот технологический резкий скачок, который изменит принципиально вообще наше существование, нашу жизнь на Земле. А здесь как раз это вот то, что мы с Алексеем обсуждали, он всегда это ставил во главу угла. Первое, что технология Skyway позволит осваивать редкоземельные месторождения, там Тора – это север Якутии. А я вам могу сказать, что вся энергетика возобновляемая, все солнечные батареи – это все редкоземельные металлы. Поэтому, как только мы получим доступ к дешевым и большом количестве редкоземельным металлам, я могу сказать, что еще 15 лет назад я общался с ученым, который показывал, что нанесение редкоземельных металлов, ну, конкретно это 8-186 и цезис-цирконием, тоже с частотой 6-9, но я могу сказать, что 1 грамм на сегодняшний момент такого вещества, сегодня такого металла стоит порядка 250 тысяч долларов, 1 грамм. Так вот, нанесение на обычное стекло такой сетки из редкоземельных металлов позволит вырабатывать одним квадратным метром стекла 1 киловатт электроэнергии. То есть вы понимаете, что как только мы выйдем на эти технологии и получим доступ к редкоземельным металлам, значит, каждое стекло в доме становится электрической батареей. Поэтому, друзья, и это все уже, вот оно, оно все подходит. Об этом не говорилось долгое время. Почему? Потому что слово энергосбережение, слово снижение потребления углеводородных материалов или углеводородных, в России это было ругательным словом. И 15 лет об этом никто не хотел даже слушать. И то, что мы сегодня, друзья, поживаем, пожинаем в экономике, политике, это результат этой политики. Это результат того, что никто, сидя на этой трубе, не хотел ни о чем думать. Сейчас, друзья, время пришло другое. Хотим мы этого, не хотим, а точнее я могу сказать, нас никто даже спрашивать не будет. Мы переходим к дешевой энергии, мы переходим к возобновляемым источникам электрической энергии. И здесь вопрос такой, либо мы участвуем в этом процессе, либо мы перестаем существовать. Другого пути нет. И когда мы говорим, строй SkyWay, спасай Россию, это, друзья, уже не пустые слова. Это единственный сегодня источник выживания страны. И еще очень интересный момент, надеюсь, что обратили внимание, что в новогоднем поздравлении Андрея Ховратова он ввел еще одну очень важную вещь. Мы за этот год много, друзья, дали вам таких очень глубоких вещей. Мы дали новую экономическую эволюцию мира, мы дали полную классификацию по технологическим укладам. А сейчас, друзья, мы даем, доводим до вас еще одну позицию, на чем бы я хотел закончить. Это о том, что строй SkyWay, спасай Россию. И тот, кто поддерживает SkyWay, это, друзья, еще и гражданская позиция. То есть, если вы хотите, чтобы эта страна развивалась, чтобы ваши дети жили в другой ситуации, а не зависели от этих олигархов, которые сосут эту трубу, так вот, друзья, мы должны поменять эту экономику, мы должны поменять эту страну. А это может сделать только SkyWay. Поэтому поддержка SkyWay, друзья, это гражданская позиция, причем активная позиция. Это позиция, которая дает результат. И мы с вами, друзья, все это делаем, мы с вами к этому идем. Поэтому, когда вы привлекаете, говорите, детоносите информацию, я хочу, чтобы вы четко понимали, друзья, что вы занимаетесь экологией, да, энергосбережением, да, но вы еще и занимаетесь будущим созданием страны. Потому что без SkyWay ни страна наша, Россия, ни весь мир существовать не сможет. Поэтому, старой SkyWay спасает Россию. Я передаю слово Алексею. Я надеюсь, он после отпуска, после командировки, которую он провел в Индии, я думаю, он нам очень интересно расскажет о том, какие у нас будут еще перспективы во внешнеэкономической деятельности. Алексей, тебе слово. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад приветствовать. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Скадоев Алексей. Собственно, да, я находился, ну, не то, что в командировке, это было совмещено с отдыхом. То есть, любой вообще выезд за границу, в какой-то регион другой. У нас связан также с продвижением SkyWay. И я ставил для себя задачу найти необходимые связи, зацепки, чтобы, как бы, ощутить страну и придумать адресные проекты, возможно, адресные проекты. Это удалось. На самом деле, когда видишь страну изнутри, то начинаешь понимать вообще. Я вот целиком и полностью понял ценность нашего глобального адресного проекта, именно проекта «Трусский холок». То есть, продажа пищевого льда, чистого пищевого льда. Для примера, я цены немножко уточнил у индусов. К примеру, 5 килограмм. Не самого чистого пищевого льда, именно вот, который замороженный, продается. Это 40-60 рублей. Точнее, не рублей, рупий. Рупий сейчас по отношению к рублям, ну, то есть, это получается в районе где-то 60-70 рублей. Что касается большого куба льда, сколько килограмма, там не уточнял. Но, соответственно, если по пропорции говорить, то там это где-то 15-17 килограмм, то это 150-170. То есть, ну, примерно 200 рублей. То есть, примерно 200 рублей 15 килограмм льда стоит. А этот лед мы сможем продавать с помощью освоения серьезных как бы ресурсов, стратегически важных Российской Федерации. То есть, озер, находящихся в замерзшем состоянии, большую часть сезона более 6 месяцев. Это Байкал, Таймыр, Энешское озеро и другие. И на самом деле в Азии вообще острейшим образом стоит проблема именно чистой питьевой воды. То есть, там вообще просто нельзя. Кто в Таиланде живет, может быть, отдыхал. Кто в Индии живет, может быть, отдыхал. Понимает, что из-под крана там вообще невозможно. Ну, то есть, это вообще небезопасно пить воду из-под крана. Что касается добавления даже элементарно, ну, туристическую сферу взять, то есть, в различные смузи, коктейли и так далее, в алкогольные напитки, которые пользуются большой популярностью, добавляет недоброкачественный лед. И те люди, которые выпьют, соответственно, фреш, они могут страдать кишечными расстройствами и так далее. И, соответственно, популярность туризма от этого будет падать. Ну, и что говорить про именно потенциал охлаждения. То есть, тоже вот эти вот установки увидел, которые с баками воды, охладительные установки, именно кондиционируемые помещения также находятся. Ну, собственно, вместо воды, которая быстро нагревается, может использоваться лед, который будет естественным путем, опускаться и, соответственно, весь холод, он будет проходить в помещении абсолютно чистый экологический холод. Вот, друзья, на самом деле, на своей шкуре это ощущаешь и понимаешь, насколько это серьезный бизнес. А если говорить про то, что многие наши ресурсы, они возобновляемые, то фактически это бесконечный адресный проект, то есть капитализация и прибыли будут бесконечные. Естественно, все это будет делаться в рамках экологии. То есть, если нельзя из Байкала брать более полутора-двух процентов, то никто и не будет этого делать. Что не скажешь о современных корпорациях. И действительно, это колоссальный бизнес. Я сейчас могу подтвердить уже не в теории. В теории, естественно, все вот эти наши расчеты, бизнес-планы. Но вот сейчас более такие точные расчеты можно сделать. К примеру, какой потенциал, который назвал. То есть, 5 килограмм это 60-70 рублей, 15 килограмм это, соответственно, 180-200 рублей. Это достаточно существенные цифры будут получаться. Я думаю, даже вот там к триллиону приближалось то, что Сергей Анатольевичем мы считали. Цифра будет увеличена. И, друзья, это ежегодный возобновляемый источник и, соответственно, ежегодный приток прибыли в головную корневую компанию, соответственно, наши будущие ежегодные дивиденды. То, что Сергей Анатольевич сказал про Tesla, это тоже абсолютно верно. Потому что Азия тоже в основном страны, которые имеют огромную солнечную активность, будут этим пользоваться. И на самом деле пострадает больше всего. Я вот картинку, карту, я думаю, очень такую интересную на вечерний вебинар поставлю. Насколько девальвировались местные валюты. И что касается Терраси, это более чем на 111%. На втором месте находится Венесуэла, то есть это 85%. И даже вот я постоянно слежу за курсом доллара. Очень хотел поменять доллары, успеть, в силу занятости не успел поменять часть рублей в доллары именно перед отъездом. Но, собственно, взлетело все. Вот 23-го я уехал, потом там был именно качели, спад. И потом резкий рост, я думаю, сейчас будет рост, рост, рост. Неизвестно, когда что менять. Но единственный выход это вкладывать, инвестировать, действительно, еще больше продолжать в Skyway. Что, естественно, каждый из нас с вами делает, несмотря на то, что вот уже недолго тот день, когда будет закрыто финансирование. Финансирование, я буду говорить так абстрактно на вебинарах, с уточнением, что это может произойти в первом квартале 2016 года. То есть, когда это произойдет, никто не знает. Не знают даже сами инвесторы, которые будут закрывать корневую технологию. Потому что это зависит от многих событий. Это может зависеть от того, что еще больше Анатолий Эдуардович улучшит технические и эксплуатационные показатели технологии. Это зависит от геополитических ситуаций. Это зависит от мировых и стабильности мировых экономических рынков. Это зависит от многого, друзья. И никто не знает, когда это произойдет. Но я могу сказать, что, на мой взгляд, это произойдет в этом году. И, скорее всего, далеко до конца 2016 года. Потом останется, соответственно, финансирование только адресных проектов, что тоже неплохо. Но прибыли по сравнению с тысячами процентов, максимум в 100%. И, естественно, такие вот тоже глобальные серьезные адресные проекты, как освоение Томторского месторождения, поверьте мне, они будут просто по щелчку пальца закрываться, так как у нас будет уже построена сеть, еще не зная, не понимая, что это войдет в обиход. Именно инвестпроводящая система будет накладываться на термин, который я ввел, когда начинал ввести только вебинары, сеть адресных проектов. И наша инвестпроводящая система, она должна увеличиться. Это наш с вами, каждого из нас с вами долг, до как минимум нескольких миллионов людей, чтобы, соответственно, естественно, при демонстрации сертификации станет еще проще рассказывать, еще проще информировать. Но вот тоже в конце года с Виктором Бабуриным обсудили, и я пришел к такому выводу, что мы с вами не просто инвестпроводящая система, мы с вами не просто акционеры, мы будущие потребители этой технологии, потребители на лучших условиях. И вы сейчас, рассказывая своим близким, знакомым, строите именно сеть новых потребителей, чего нет ни у одной корпорации на сегодняшний день. Вообще вот это смело можно заявлять. То есть, если Apple, к примеру, Google, очень жесткие конкуренты, Android, iOS, если одна из корпораций имела, или Microsoft, например, имела именно сеть потребителей, личные кабинеты, то, что у нас с вами есть. И если о новинках, в данный момент, в нашем случае, о новинках адресных проектов, то, что, естественно, все будут в курсе, что тот или иной адресный проект запускается. Естественно, все будут в курсе, что в него можно инвестировать. Естественно, у всех будет как на ладони лежать бизнес-план по потенциальной прибыли и так далее. Это будет уже совершенно другая история. Это будет намного меньше прибыли, но это будет тот этап, когда, не побоюсь этого слова, опять же, адресные проекты смогут закрывать единицы людей. Если сейчас у нас с вами десятки тысяч, и мы финансируем, да, сейчас нам при должном финансировании, именно вот сохранении существующего тренда и увеличении его, хотя бы на немного, хватит денег на финансирование юнибайков. И слава богу, что с Сергеем Анатольевичем мы эту стратегию и концепцию вывели, потому что это точка входа. И необъятное невозможно охватить, то, что невозможно охватить без конкуренции, также не имеет смысла. И как раз таки вот на данной концепции, на данных адресных проектов легкого прогулочного, спортивно-экскурсионного транспорта мы заработаем все с вами, принесем корневой компанией, она, в свою очередь, щедро нас одарит дивиденды. Первые миллионы долларов, потом это будут миллиарды. Ну и, собственно, будем стремиться к еще большим цифрам, чтобы начать уже реализовывать наш седьмой технологический уклад. Потому что, я думаю, вот текущие события, вот как Элон Маск себя ведет, Тесла, я, кстати, не понял, не смотрел ресурсы, Сергей Анатольевич, Тесла, это Тесла Моторс, то есть Элон Маск или какая-то новая компания Тесла. Соответственно, вот подобные компании, они будут с нами союзничать, потому что на самом деле, вот это Элон Маск, это Элон Маск, один из самых, тоже вот, такой вот мой кумир серьезный, я поставил с ним цель познакомиться вживую, как и с рядом других людей. И это действительно человек-провидец, визионер, как и Анатолий Эдуардович Юницкий, несмотря на то, что области несколько конкурирующие, то есть Анатолий Эдуардович про электромобили говорит одно, но мы сможем синхронизироваться, потому что те направления, которые развивает Маск, допустим, вот солнечная энергетика, это понадобится нам также при использовании нашей инфраструктуры Transnet. То есть солнечные батареи будут на каждой промежуточной опоре, это тоже очень такой серьезный факт, может быть свое направление у нас будет, Sky Solar, допустим, какой-нибудь, то есть солнечные батареи вполне возможно, но, друзья, нам для этого нужно окрепнуть, нам не имеет смысла с кем-то конкурировать, пытаться, опять же, охватить необъятное. Это мы пытались сделать при продвижении первых адресных проектов, когда вот по Уралу мы пытались Челябинск-Екатеринбург сделать, и вот-вот, казалось бы, сейчас мы уже начнем подписывать не только с нашим научным производственным конструкторским предприятием подписанное соглашение, но и это именно сможем смасштабировать именно на реалии уже договоренности с чиновниками, но реалии, собственно, вот этот прекрасный сон быстро заканчивался, потому что реалии как раз-таки то, что уже все попилено, бюджеты попилены, транши серьезные выделены, и, собственно, вот по Челябинску тоже, вот по своему городу 2020 году обещают достроить метро, которое никак не могут достроить, и стоить это будет, внимание, цифра 50 миллиардов долларов, то есть в 2018 году только две станции, всего будет четыре станции, но подумайте теперь, при внедрении адресного проекта, при демонстрации именно технологии на базе юнибайков и дальнейшем масштабировании на городской пассажирский транспорт, что будет перспективнее, и будет ли это вообще какая-то конкуренция, или это будет, как, собственно, произошло при замене абсолютно логичной, естественной технологической эволюции, замене проводной сети, телефонной, мобильной сотовой связью, также вот EMA сейчас никто не использует уже давно, пейджеры, я тоже застал это время, когда брату присылал, именно через оператора телефонистку я посылал смс, то есть, ну, по сути, вот сейчас это, другим словом не назовешь, как бред, то есть нужно было позвонить, послать звуковое сообщение посредством своего голоса, чтобы передать текстовое сообщение, это бред, но на самом деле такой же бред происходит сейчас при перемещении современных железнодорожных подвижных составов, и все это начнет меняться уже в этом году, то есть этот год, собственно, вот поздравление Сергея Анатольевича Сибирякова, мое я его записал с индийского побережья, я думаю, появится в эфире чуть позже на канале, я именно записал по теме адресных проектов, насколько я вижу их внедрение, и еще тоже очень серьезное такое будет направление, именно преодоление серпантинов, то, что вот мы в Бишкеке, в Киргизии, именно вот с Киргизии, в Алматы, мы этот проект сейчас рассматриваем, через высокогорье, ну, могу привести пример, то есть с отеля своего мы ехали до не такого далекого пляжа, 4 часа, где-то 4 часа, я думал, что мы где-то будем ехать минут 40, но мы ехали 4 часа, потому что это бесконечные серпантины, такие очень экстремальные, я бы сказал, пробки очень серьезные тоже в Азии, то есть в Индии это ощутил, и там все ездят на мотороллерах, на скутерах, ну, собственно, это юнибайки, можно сказать, первого уровня, и у нас как раз таки все это будет уходить на второй уровень, и по сути логика не меняется, по сути это будет также 1-2 местный транспорт, и люди к этому привыкнут, это аксиома, этого не нужно даже доказывать, нужно просто это построить, и один из проектов тоже от Калангута до Панделими, если не ошибаюсь, пляж называют всего на Гоа более 46 пляжей, они расположены по косе, то есть по побережью, и при согласовании с министерством Гоа, я думаю, что этот вопрос начнем прорабатывать, так как выходы появились, сейчас пока не буду забегать вперед, потому что выходы появились, и сегодня обнаружил, именно на днях, приехав в Россию, что у меня есть телефон, у меня есть WhatsApp, Viber, но я забыл, что там у людей смартфонов банально нет, то есть это бедная страна, и чиновники там также очень серьезно коррумпированы, как и во многих странах, соответственно нужно будет закладывать процентовку для них, но с учетом того, что на самом деле для меня это было неудивительно, но и приятно, и, так скажем, неприятно за наш современный транспорт, пускай и китайский, слышать то, что пытались, уточню этот город, это не Мумбаи, другой это город, именно на территории Гуан, на букву М, сейчас вот точно не скажу, потому что не помню, но точно помню, что на М, это такой вот крупный, достаточный город, там планировалось строительство, транспорт второго уровня, на базе китайской технологии, и, собственно, вот буквально в 2015 году, в начале вот он рухнул, то есть просто причины могут быть абсолютно разные, но главная причина это технологическая несостоятельность, то есть технологическая небезопасность, это, наверное, не экологичность даже, и меня эта новость порадовала, так скажем, потому что на самом деле, вот если проанализировать те события, которые происходят в мире, то есть в Тель-Авиве пытались запустить SkyTrend, но он не поехал, вот тоже вот на Гуапа пытались построить китайский аналог, ну, я думаю, что это не то, что аналог, это даже близко не стоит, я бы сказал, но просто транспорт рухнул, слава богу, он рухнул без людей, да, вот, возможно, Махараштра, благодарю, благодарю человек из Болгарии, возможно, да, вполне, но опять же сейчас не берусь утверждать, потому что не помню, и обязательно найдем статьи, передадим в нашу головную компанию, ЗАО Струнные Технологии, чтобы сделать репортаж, чтобы сделать сравнение, но мы, в свою очередь, появились некоторые выходы на властей Гуа, будем постепенно прорабатывать, без спешки, но двигаться к цели, и я думаю, если транспорт этот у них рухнул, то можно легко провести сравнение, по стоимости, по безопасности, по техническим характеристикам, эксплуатационным характеристикам, именно технологии Skyway, также по проторенной дорожке, смасштабировать это на городской пассажирский транспорт, потому что там также это жизненно необходимо, и вот эти вот азиатские, бешеные узкие колеи, когда каким-то образом разъезжаются два автомобиля грузовика, то есть на маленькой колеи, я думал, что в Самаре самые узкие дороги, я ошибался, и как-то разъезжаются, собственно, действительно, весь мир, вся Азия, Азия вообще жаждет и ждет, не зная того сертификации, демонстрации нашего транспорта, потому что совершенно изменится качество жизни, колоссально, то есть те временные затраты, которые дети тратят на свою поездку в школу, то есть это вот бешеные объезды, опять же, вот эти вот экстремальные серпантины, и огромные временные, в первую очередь, затраты, время у нас самое ценное, в первую очередь, конечно, здоровье, во вторую очередь время, и как раз таки временные затраты, не говорю о экономии топлива, все это будет очень серьезно экономиться, с учетом того, что технологии постепенно и постоянно развиваются, то есть Elon Musk, компания Tesla Motors, этому показатель, и, собственно, мы не будем ни с кем конкурировать, мы объединяем мир, объединять мир, наша работа, потому что стройской вейс по всей планету. Благодарю за внимание, с вами Алексей Сходоев, до скорых вебинаров, ждем всех новичков, приглашайте на вебинар в 19.00 по Москве, я думаю, что вот рабочий уже режим у нас 11.00 января начнется с серьезных новостей, я думаю, что будет только увеличение нашего потенциала, огромное количество региональных конференций, ждите, обязательно приедем, главное, собирайте народ, заинтересованный народ, первичные холодные контакты, спарывайте лед сомнений, боязни, потому что те события в России, которые нас ожидают, ну, это действительно очень серьезное потрясение, я думаю, никого не радует тот факт, когда вы идете в магазин, и раньше вы тратили 500 рублей, сейчас это уже 1000, а в некоторых регионах 1500 рублей, хотя ничего и не было куплено. Соответственно, у многих людей, и вот заявление Артема Тарасова, первого российского миллионера, то, что в кубышке лежит у людей более 6 триллионов рублей, ну, это его заявление, то есть это его мнение, ну, я думаю, что огромные суммы на самом деле лежат, и дай бог, чтобы эти суммы не сгорели, так как деньги должны работать, а, соответственно, все больше людей, и я не говорю вообще, даже не заикаясь про интернет-бизнес, когда я наблюдаю вот эту вот бешеную тенденцию развала крупнейших проектов, когда люди, ну, скорее всего, воруют, то есть я знаю эту специфику, и мне она всегда была противна, очень сильно и серьезно, когда крупнейшие проекты, вот, читая тоже посты различные, просто миллиардами рублей люди теряют деньги, миллиардами рублей, а вот эти миллиарды, как раз-таки, если бы пошли на благо, потом они приумножились бы, и только радовали бы, радовали бы людей, а не печалили бы, как все вот эти интернет-проекты, пирамиды хайпа, я думаю, всем абсолютно понятно, мы давно доказали, что мы не пирамида, мы не хайп, и мы не просто бла-бла-бла говорим, мы реально делаем и реально строим, и в этом году будем реально делать, и реально строить еще больше, благодарю, всем счастливо. Спасибо, Алексей. Видите, какой он на оптимизме, какой заряженный приехал, так сказать, это прям любо-дорого посмотреть, еще и с бородой, вот, так что, действительно, друзья, значит, вопрос, который постоянно задается по поводу гектара земли, и не, то есть, тот, кто не является гражданом России, значит, буду постоянно на него отвечать, потому что он, особенно для наших партнеров из ближнего, дальнего зарубежья актуален, значит, на сегодняшний момент, тот закон, который сейчас рассматривается, вот он в первом чтении, сейчас он вступил в силу с 1 января, он не предусматривает пока участие не россиян, то есть, только любой гражданин России может получить эту землю. Мы сейчас запустили процесс через потребительское общество, когда землю будет брать именно для освоения потребительское общество, и тот, кто, а членом потребительской общества, пайщиком, может быть любой гражданин земли, то есть, не только россияне, и вот как раз тот, кто будет пайщиком, то его пай может обеспечен быть гектаром земли, ну или там, несколькими гектарами земли, но эту землю нельзя продавать иностранцам, нельзя сдавать в аренду, потому что, хотя сегодня большая часть Дальнего Востока китайцами именно таким образом обрабатывается через потребительские общества. Поэтому мы эту схему ведем тут, где оформлять. Друзья, по поводу оформления и всего у нас будет целая процедура, мы будем проводить, значит, нам тут спешить никуда не надо, с 1 января этот закон начинает работать, то есть, государство принимает заявки, мы как раз сейчас за январь, февраль все это отработаем, а сама выдача земли начинается только с 1 мая. Поэтому нам, друзья, сейчас надо самое главное, это проводить разъяснительную работу, чтобы мы четко говорили, что сегодня есть возможность, это вот пока мы с вами говорили, сегодня вот тоже родился золотой гектар земли, золотой гектар России, то есть, действительно, мы много раз проговаривали, что эта земля будет золотой. Вот давайте его так и называть, золотой гектар. То есть, тот золотой гектар, который сегодня Путин раздает, мы как раз должны первое сказать, что такая возможность есть, но он золотым будет только благодаря Skyway, когда рядом пройдет Skyway. Если там рядом также будет тайга, не будет коммуникаций, ни электричества, ни ЭТСМ, то, соответственно, ни о каком развитии там быть не может. И сегодня, почему технологии, которые сейчас подходят, вот технология Маска, то есть Тесла, о том, что солнечная батарея, он как раз на презентации, посмотрите, я сбросил несколько ссылок на презентации, где он четко показывает, что, друзья, так же, как мобильный телефон выиграл конкуренцию проводного телефона, это я из его презентации взял. Он также показывает, что, друзья, проводная энергетика тоже уходит в прошлое. Когда у вас есть возможность на крыше дома поставить батарею и накопитель, который позволяет любое количество электроэнергии, то есть они сейчас строят завод на, сейчас скажу, где-то на 150 мегаватт потребления энергии, это уже, и все это с помощью накопителей и энергии. И этот комплект стоит в порядке 3,5 тысяч долларов, то есть дешевле сегодняшнего автомобиля. Но это вся энергетика в доме. И, соответственно, он говорит, в любой отдаленной части Земли вы можете ставить этот комплект, и вы независимы по теплу и электроэнергии от внешних факторов. То есть это, друзья, вот эта мобильная энергетика, вот она входит сегодня в нашу жизнь. Это потому, что они сделали мощнейший аккумулятор. А здесь, друзья, я могу сказать, что когда мы выйдем на редкоземельные тамторские месторождения наших север-Якутии, друзья, это будет не то, что революция, это будет просто новый качественный скачок. И мы солнечные батареи с накопителем сделаем в каждом доме. Поэтому, когда мы говорим о том, что Skyway пойдет и там каждый может на своем гектаре земли построить с помощью потребительского общества и касса взаимопомощи, то есть за счет потребительских кредитов вы можете строить и делать там жилье, а это выполнение условий закона. А дальше, друзья, это ваша собственность. Не важно, что она находится на Дальнем Востоке. Многие сейчас имеют жилье в Америке, в Европе, в Лондоне, еще так что, но при этом россияне. Поэтому я могу сказать, что иметь землю и жилье на Дальнем Востоке, вы можете туда переезжать, жить, а можете его сдавать в аренду, а можете его продавать. Это ваша собственность. Вы эту землю ввели в экономический оборот, вы построили по требованию закона там жилье и соответственно дальше вы можете им распоряжаться так, как считаете нужным. И это только благодаря Скайвэю. Так вот, Скайвэй, он делает эти технологии доступными, эти территории доступными, он туда приводит технологии информатизации и энергетики, то есть это стационарное, это то, что идет по проводам. А сегодня, видите, вся мировая научная мысль идет о том, чтобы удешевить возобновляемый источник и соответственно энергетическая независимость. То есть углеводородное сырье уходит в прошлое как источник энергии. Это не значит, что оно уйдет. Друзья, Менделеев Дмитрий Иванович в свое время очень четко говорил, что теме технологии пришло и какая сила ее не может остановить. Еще одно из важнейших его утверждений, откройте любую Википедию, это еще со школы вы помните, что топить нефтью и газом печки это все равно, что топить ассигнациями. Это его такое крылатое высказывание. Это очень дорого, потому что сегодня сжигать невозобновляемые источники энергии это расточительно, потому что углеводородное сырье, друзья, это бензольные кольца. Это мощнейшее сырье для нефтехимии, которое ничем нельзя заменить. И соответственно использовать нефть и газ по прямому назначению в нефтехимии вот дальнейшая их судьба. И нефти надо будет намного меньше, но она будет намного дороже. Потому что оно будет использоваться для создания новых материалов, для создания новых пластиков, новых комбинированных материалов, то есть композитов. Это то, что зачем будет дальше стоять будущее. И дальше, вы знаете, мы любим с Алексеем много говорить о прогнозах, о направлениях. Это вообще моя работа уже не один десяток лет. Так вот, я могу сказать, что тамторское месторождение, которое даст редкоземельные металлы, оно в принципе изменит всю энергетику, потому что мы получим из солнечной энергии огромное количество энергии. Второй вопрос. Там по Пегайское месторождение мы получим высококачественные, в два раза прочнее алмазы, которые могут использоваться в бурении. То есть мы получим еще очень дешевое бурение. Также там недалеко находится на этом же шлейфе, куда упал метеорит 30 миллионов лет назад, там находится месторождение графена. Наберите в Википедии, посмотрите, что такое графен. Это еще одно новое направление вообще в материаловедении, которое даст переворот больше, чем легированная сталь и больше, чем композитные материалы. Потому что графены это сегодня уникальнейшие материалы и как раз и накопители, и аккумуляторы, и все, что связано с графенами. Но, друзья, это все недоступные на сегодня территории. Как раз мы строя Skyway, мы осваивая Сибирь и Дальний Восток, мы эти месторождения делаем доступными. И, соответственно, это начнется настолько быстрое изменение и радикальное изменение, то есть, когда мы говорим, что мы представляем и мы вам показываем визуализацию, как будет выглядеть ваше жилье, когда у каждого гражданина России или тот, кто получает второе гражданство, а со временем, я думаю, и у большего количества людей, это личный гектар. Гектар это не так много, друзья, это 100 на 100, где у вас находится ваш личный дом, как минимум тысяча квадратных метров на семью. Соответственно, это все в одном уровне, это, соответственно, с транспортной доступностью. И второй момент, что 30-40 километров, которые вы перемещаетесь до станций, которые будут проходить скоростные юнибусы, вы перемещаетесь с помощью велосипедной тяги, то есть, вы можете использовать свою энергию. И вот теперь представьте, когда миллиарды людей будут перемещаться с помощью не двигателя внутреннего сгорания, вот я сейчас по этим безумным московским пробкам мне до Москвы 24 километра от того места, где я живу, в моей деревне. Так вот, я иногда могу ехать, это 2 часа, ну час это минимум, при этом у меня машина сжигает там 10 литров на 100 километров, а я еду один. И знаете что, я бы со скоростью 50 километров, там, или 60 километров в час, я бы это проезжал за полчаса, с удовольствием крутя педали, и смотря на эти пробки сверху, и дыша кислородом. И, друзья, когда все это будут ездить, вы представляете, насколько упадет потребление нефти для автомобилей. А Тесла сейчас ставит аккумуляторы, и в принципе, вы же понимаете, электромобили, любой юнибайк, любой юнибус, друзья, это электромобиль. То есть он работает по схеме мотор-колесо, аккумулятор, а вот как этот аккумулятор заряжать, это, друзья, как раз уже вопрос такого будущего. Поэтому, видите, все мы двигаемся в одном направлении, мы все будем дополнять, делать именно в шестом технологическом укладе, потому что возобновляемая энергетика это как раз тоже один из ключевых моментов именно шестого технологического уклада, то есть технологического развития на ближайшие 10-15 лет. И они будут приходить абсолютно из разных областей, потому что есть разработки РУСа, это взаимодействие никеля и водорода, который дает очень большое количество тепла, есть накопители Тесла, есть глубокое бурение, это на глубины больше 10 километров температура плюс 300 градусов, и я вас уверяю, что этих технологий сейчас будет подходить все больше и больше, и они нам будут давать абсолютно потребительское качество, которое мы можем получать, но без транспортной коммуникации, стержнем технологического уклада, то, что будет дальше развиваться, это, конечно, транспортная коммуникация, которая будет перевозить людей и грузы. И еще один вопрос обозначался это по Байкалу, я много тоже поэтому говорил, что Байкал милее, там, во-первых, это общая тенденция потепления климата, падение сегодня в Сибири и на Дальнем Востоке, да и в центральной части общее падение грунтовых вод и этих сбросовых вод, это не так, ну, не то, что странно, это веление нашего времени, когда мы говорим о том, что будем брать воду из Байкала, это не те воды, которые входят, а те, которые сбрасываются через Ангару, поэтому годовое колебание температуры, это как раз полтора процента, то, что мы можем брать, это примерно два миллиарда кубов, которые мы можем брать из Байкала, но, друзья, на Байкале свет клином не сошелся по поводу воды, у нас уникальная таймыр, водяной мест, причем-то возобновляемая вода, друзья, у нас уникальные серебряные озера в Тыве, у нас Телецкое озеро на Алтае, у нас огромное, то есть, всего в этом ореоле находится около двух тысяч озер с уникальной водой, и все, которые находятся в зоне низкой температуры замороженного льда, и поэтому, друзья, это целая индустрия, когда говорят, что мы слезаем с углеводорода, садимся на воду, нет, друзья, это не только вода, это энергетика, потому что тот лед, который мы будем получать путем естественной заморозки космическом холода зимой, для того, чтобы выработать электроэнергию, заморозить эту воду, надо сжечь три годовых запаса нефти, вы представляете, насколько изменится энергетический баланс, и что, что мы делаем, какую новую энергетику мы вводим, но это, друзья, как раз то, что мы будем дальше обсуждать с вами, делать, смотреть, и это и есть как раз наполнение и капитализация той интеллектуальной собственности, которую мы сегодня с вами, благодаря Юницкому, который 40 лет ее нарабатывал, мы сегодня занимаемся ее внедрением, и это как раз, друзья, общая работа, общая концепция, и еще раз, вот то, что я сегодня говорил, хочу акцентировать ваше внимание, это гражданская позиция, что такое гражданская позиция, друзья, это активная позиция, это о том, что мы не сидим, сложа руки, не говорим там под чай или там пепси-колу на кухне о том, как плохо и о том, почему Путин не прав или почему я не люблю медведево, а мы с вами, друзья, занимаемся тем, что реально меняет нашу жизнь, мы с вами создали систему, она работает, она сегодня устойчивая, то есть мы готовы к тому, что могут начаться серьезные притеснения и работы здесь, в России, то есть если произойдет какой-то конфликт с кем-то там, с правоохранительными органами, еще у нас, в наше время, которое сейчас будет происходить, друзья, мы ко всему готовы, но у нас диверсифицированная система, десятки стран, партнеры, и из-за того, что в свое время нас выгнали из Литвы, Литва очень много теряла, и они сейчас это осознают, и если в какой-то момент, там, не дай бог, но к этому может развернуться все, что придется уйти из России, значит, Россия это тоже потеряет, и тоже миллионы людей должны этого понимать, и мы не должны это допустить, мы должны этим горя чиновникам, которые сидят, только распихивают все по карманам, как пир во время чумы, когда реально рушится страна и рушится экономика, мы им должны показать сегодня и новые пути, и куда надо двигаться, а здесь, друзья, мы должны показать результатом, то, что мы с вами делаем, и то, что у нас, друзья, очень хорошо получается, поэтому я очень рад, что за те репортажи, которые сейчас идут репортажи по всем каналам, это о том, что идет перекрытие сегодня уже, делает станция, все строится, то есть, это, друзья, то, что сегодня нас всех радует, это то, что сегодня есть результаты нашей с вами работы, поэтому строй Skyway, спасай Россию, это наш российский лозунг, строй Skyway, спасай планету, это общий лозунг, это общая программа действия всей программы Skyway, а мы с вами, друзья, несмотря ни на что, несмотря на те сложности, которые нас будут ожидать в 2016 году, будем двигаться, смотреть, и я очень серьезно надеюсь, что и уверен, что кто вошел в этот проект, кто поддержал этот проект, кто начал формировать свои инвестиционные венчурные пакеты, они принесут еще и очень серьезные дивиденды, потому что это, друзья, абсолютно правильная и абсолютно справедливая плата за то, что мы с вами пришли в нужное время, на нужное место, на то, что нашли время потратить на то, чтобы получить информацию и нашли в себе силы для того, чтобы, несмотря на скептиз многих окружающих, друзей, зачастую родственников, двигаться в этом направлении и действительно создавать то, что очень серьезно будет менять нашу жизнь. поэтому мы прощаемся с Алексеем с вами до 19 часов опять для новичков, в 20 часов у нас уже вечерни вы для центральной части, европейской части, поэтому, друзья, движемся, делаем, работаем, строим, спасаем и объединяем. Всего доброго, субтитры создавал DimaTorzok